и всем здарова ребятки микрофона как всегда симплей я продолжаю играть в игрушку эрластин самар бесконечное лето мод связанный лагерем и так мы сейчас будем встречаться с нашим отряда мы будем вдвигаться в определенную точку куда нам надо идти покинув казарма я направился к главному блокпосту где меня уже ждал электрон оу як ты знаешь что ли сами с тобой отправила дождавшись когда я подойду ближе спросил stalker знаю видишь эти правду говорил пока не вижу лично все равно не поверю но ты и упертый собрался готов да все со мной мы же в бар долговцам пойдем да там встреча с остальными членами группы крутяк так как я поведу группу попрошу слушаться меня если скажу бежать то это значит бежать если упасть на землю то упасть на землю но об этом позже когда все соберутся я все понял тогда пошли удачи вам парни сказали три сакана остающиеся на посту и вам братья спокойного поста мы выдвинулись к восточной части завода росток которая полностью принадлежала клану долг путь предстоял недолгий но и не сильно короткий небо было затянуто свинцовыми тучами из-за которых пыталась выглянуть солнце дорога была довольно спокойно ни одна тварь зоны не пыталась устоить нам сюрприз что было очень странно так как недавно был выброс но тем было лучше для нас желания вступать в передряги у меня не было стой сказал вдруг электрон не могу больше я быстро только это самое есть туалетная бумага ты прикалываешься на и серьезно так есть туалетка на давай быстрее передав сталкеру бумагу сказал я электрон собралась отходить за куст и ты куда давай вали тут я отвернусь не могу сказал сталкер убегая в кусты я тихо выругался про себя ситуация складывалась глупая стоять и ждать чего можно ждать в зоне только неприятности вот идиот следующий раз пока памперсов не купить никуда с ним больше не пойду вот всегда с ним что-нибудь на слава да слава богу сжать не нужно всякую дрянь крикнул я в его сторону кто вообще с передходкой и я столько электрон а потом евроусина по условию пусев скинув плечо калашникова плечо калашников стороне электрон захочустили ветки послушались хрюканье кто же это хотя ну лишь долгие зигуны но никто не появлялся хорошо собака или кого-то все равно хорошо мало придется стрелять а затем быстрее уносить ноги вон же сволочь на куда он полез и электрон крикнул я но ответа не последовало электрон электрон показался интересы на хальной частью пятью пять с мелкими шагами выставить на перед собой на быстро двигаться поляне на свечу ко мне и я спиной к тебе сидеть не буду сначала штаны тени не могу их-то много кого плоть вот зачем надо было забраться в кусты гадюбы возле тропинки все бы обошлось да откуда я знал что делать будем что делать что делать муравью хрен приделать нападет нападет плоть бой не на нападет плоть бой не нападет уходим на теперь не успею договорить как в метрах 20 от нас начали появляться эти чудовища если все больше если они себя как-то странно не все шли на нас раздвое ноздри но не атаковали это вы еще ладно но искусство вслед за первой плоть были еще две а потом еще три особи здесь в таком случае было опасно первых они велись как-то стран так хочется что ими кто-то управлял во-вторых если бы мы начали полюбут скорее всего они понесли всем старом и нас кого-нибудь точно бы затоптали сколько же их не знаю и надень ее и окорные баба уже штаны ты их вообще не заметил они там неподалеку лежали просто я значит присел увлекся потом гляжу они смотрят так хрена ли ты не стрелял так как я мог стрелять когда не мог остановиться колбаса наверное плохая палась заткнись ого плоти на пленстве я все больше ух ты мой скажи кому из своих на смех поднимут странные какие-то смотрите когда говоришь что они все на тебя начинают смотреть когда я то на меня поговорить с ними они вроде тормозят ну пожалуйста совсем придурок не с ними говорить пока ты будешь где-то глину месить готовься сейчас будешь голой заднице стрелять одна история начала подходить к электрону еще две не решили за ней не стреляй пока ждем они нас так сожрут я говорю не стреляй подпустим их ближе и тогда я не договорил потому что мы спиной послышали шинги чувство недоброе я оглянулся вот же он меняется спиной к спине горе stalker почти числом никак не менее полсотни особи полностью окружили нас они атаковали на неуклонно приближались хоть и плоти далеко не самые страшные существа зоны и встреча с ними для одинокого сталкивания так уж страшно на нашем случае будем их необычно много и пути к отступлению отрезаны одновременно их атака несет ничем хорошим на тварь не нападали лишь таращились все плотнее сжимая круг что будем делать говорю электрон у меня за спиной пробьем брешек деревьям и раз мы разворось развористе их но я не могу сейчас бежать так оделся бы давно пропадаем из-за твоей жопы тихо слышишься голос после котором переглянулась на господь лежал от ни одному из нас кто здесь тихо повторил явно женский голос я сейчас бланчик брошу пушикать и на себя хорошенько спустя секунды я поймал ловко брошенный кем-то из толпы плоти черный баллончик с непонятной выцветившими надписями слышали к труха тебе среди воздуха прилетел ха-ха очень смешно осторожно передаю блочек из руки в рук и ни о чем не спрашивая спаси спасителя мы старательно обработали себя его содержим резко пахнущие какой-то химией плоти отреагировали на изменившийся запах с каким-то разочарованием потеряно они стали расставки друг друга в стороны разбираться куда-то а что это за дрянь сталкер громко шоктом спросил я откуда раздался голос кто вообще сюда идите на голос только не спешите плоти не задевайте выполнили команду электрон так старался не делать резких движений что так и не надел штаны или иначе схватился он только оказавшись перед двумя сталкершами привет сказал он и принесли натягивающие цены перед нами стояли две девушки одна из них мне была знакома спасибо вам а то как такая ерунда с нами приключилась что хоть стой хоть падай не с нами с тобой сова ты что ли ага вы еще несколько секунд молча сели кивая друг на друга взглядами это злата указывая наряд указала на наряд настоящую девушку привет меня яком звать а вот этот засранец электрон указай на своего напарника сказал я девушки тихихик ну чё ты сразу начинаешь подумаешь с кем не бывает такая дичь только с тобой бывает ладно странно они как-то себя вели им говорил я указал в сторону уходящих уходящих плоти так это кон у них в это время если кто нам переглянулись в общем долго объяснять не надо некоторых запахов когда они рядом тогда не тронут а то в другой раз смогут девушка с нее есть на полусловие запущалась но я догадался что она не уведу поиметь слышь электруха еще бы немного и не тебе да все не продолжай сейчас идите лучше тихо мы тоже пойдем спасибо вам возьмите я приду две пачки противоролизационных препаратов и аптечку удачной ходки вам stalker и тебе с твоим другом девушки приняли вещи и начали отходить в противоположном от нас направлении прошли обосранец электрон молча выругался и пошел вслед за мной до территории бара оставалось всего ничего хотя к бару stalker поравнялся со мной это як что не рассказывай пожалуйста никому о том что ты засранец в прямом смысле забей не расскажу о тебе припоминать этот случай буду всегда без б мы оказались на разрывке одна из старых одна страна которая вела на дикую территорию через которой я вчера пробирался вторая к территории бара туда-то нам и надо было свернув нужную сторону мы продолжили путь далее уже виднется блокпост долговцев у себя кпк включен хоть конечно такие места как бар пускали только тех у кого бы включен кпк так как таким образом stalker показали что им нечего скрывать они идут без плохих намерений своеобразная сталкерская сеть информировала каждого кто находился в радиусе 30 метров но ведь люди разные существовали и такие которые намеренно не включали кпк мародеры и разбойники репутация у контингента составлявших данные группировки была уже навсегда подпорчены при таких местах тот же бар встроен ген и речи не шло входя к блокпосту нас окликнули о какие люди пожаловали девушка среднего роста волосы которые были завязаны косы защитный бронекостюм с выкрашенными местами красным цветом нашивка на правом плече долг все это являлось обязательной атрибуткой данного клана мир вам сталкеры и вам мир а кто из вас я как-то электрон глядя свой пока спросила на я их сейчас с собой разговаривает а то что сзади думаю ты догадаешься а ну ясненько меня банкира зовут вы какими судьбами так нам чаю попить у никогда не поверю что у свободы нет своего местечка для чая пить а у нас такими чечки есть что-то не только чай можно пить и а и дунуть нормально да ну так что мы пойдем можете пройти но пользоваться оружием запрещено нарушение нарушите правила к минимуму больше сюда не войдете уйти устраивать можно бой и нарушать вылететь отсюда но мы поняли друг друга мы будем себя хорошо вести самую канализе ответил я сталкерш надеюсь на это ой какие мы серьезные пошли электрон до входа в бар осталось буквально около сотни шагов был когда-нибудь здесь продолжая путь спросил я у электрона проходом пару раз бывало когда еще в одиночку ходил а я был здесь тогда но что позабы как тут все выглядит выйдев вывеску с названием вара чувство ностальгии нахлынули на меня с головой это место было до меня особенным именно здесь иначе вся мой путь сталкера и вот впервые держишь оружие в руке с удивлением чувствуя его реальную тяжесть дыха его непривычный запах познавая цвет масляных и пороховых пятен на коже и щемящийся зуд предвкушение возникающих под под кожей смотришь недоверчивые глаза торговцы ловишь неосторожные взгляды конкурирующих бродяг слушаешь неуверенные пожелания тех кто тоже собрался уходить фрейд с и усталые чуть не смешливые реплики тех кто уже вернулся затем ты забрасываешь за спину рюкзак все еще ситуация то что лекарства и патроны стоят так стоят так дорого последний раз придумываешься не взять ли напарника не решаешься доверить чужому человеку свою спину и ты идешь дорогу дальнюю настолько насколько далеко простираются твои амбиции ты начинаешь жалеть своем решении после первой же царапины на живого пореза потрепавший тебя аномалии или если оказался удачу настолько чтобы выжить и катаясь по земле от приступа боли или паники ты все же находишься без силы чтобы самостоятельно сделать первую перевязку проклиная отправил отправишь от тебя на спирт заказчика дрожащими пальцами сломанными ногтями подбираешь земли что-то там подбираешь и до тебя начинает доходить все торговцам было бы гораздо выгоднее бесплатно засыпать тебе лекарствами по саму шею от теги твы карманы патронами но почему-то они этого не делают тебя вдруг осеняет прозрение ты понимаешь что они спасли тебе жизнь и за тем что не упаковали в герметичный бронебойный костюм и не вручили новейший ствол потому что этим от зоны не спасешься и спасет ни костюм ни ствол ни отсутствие потенциально на опасного напарника на самом деле спасает лишь неистовое желание жить которое рождается рождается вы рождается когда ты валяешься в грязи с порванным рюкзаком из которого выглядывают полторы аптечки и с заедающим обрезом в окровавленных руках когда на два ствола есть лишь три патрона понимаешь что никакой шлейф из авиационных материалов с пуль непробиваемым стеклом не защитить тебя так защищают пот и кровь стекающие на глаза и в тебе выжившим и вернувшимся в бар чтобы по праву закурить неведомое ранее ощущение тепла и удосопровождаемое восторгом ты понимаешь что это ощущение больше никуда не исчезнет и никакие кошмары зоны не смогут его отобрать у тебя и ты снова отправляешься в ходку но уже в компании малознакомого человека который боится тебя не меньше чем ты его и и вернувшись в бар вы уже обосметесь выпиваете курить и обсуждая яркие моменты рейда и радость тому что их вообще есть с кем обсудить мы вернулись живыми чуть позже ты конечно же наконец-то заработаешь на более дорогое оборудование оружие но тогда ты уже не вспоминаешь о том с какой-то такой в первый день смотри на недоступные тебе новинки и винтовки диктекторы и комбинезоны ты не просто в состоянии приобрести все это сейчас ты понимаешь что заслуживаете вещи по праву уже достоин пользоваться предметами цель которых спасти жизнь их владельца какое долгое повествование о сталкерском становлении ты не можешь объяснить разницу но ты ее понимаешь так отчетливо словно это единственная истина в мире которую имеет смысл понимать это уже не вызывает в тебе такого восторга как в первые твои дни в зоне когда ты не мог отличить настоящего сталкера от любого из тех парней и девушек которые сами себе себя так называют ты уже сталкер и принял это превращение как должное без лишних эмоций ветераны смотрят на тебя иначе и ты отвечаешь им тем же замечаемых глазах тоже выражение которое отражало твои чувства когда ты сам смотрел на них твои губы привыкают к новой незнакомой улыбке более красноречивой чем все слова мира тогда ты выходишь из бара наружу и долго смотришь в небо стараясь найти ответ на простенький вопрос готов ли ты бросить вызов той которая тебя воспитала готов ли сразиться с зоной и ты находишь короткий простой ответ и тогда понимаешь о себе главное я сталкер и начинаю готовиться к по-настоящему долгому путешествию а на этой ноте ребятки и я предлагаю сохраниться и закончить эту серию вот так что конечно же если впервые на канале подпишись на мой канал лайк поставил комент напиши желаете удачи и всего хорошего покусики до следующей серии всем пока пока